вы должны сделать что-то чтобы вас максимальное количество информации влезло у вас у всех емкость какая-то ограниченная там как минимум 24 часами в сутки то чтобы читать там или вашей скорости чтения вот можно перемножить некоторым нужно спать иногда ну вы у вас меньше времени вам нужно больше читать и так далее ну то есть как бы время ограничено информации бесконечно много всегда а еще скорее всего и она не записана кто когда-нибудь приходил в продукты была классная документация поднимите руку но спасибо я тоже не поднял потому что я такого не было не ну кстати ладно откровенно говоря яндекс браузере было классно написано ребят классная документация чего уж я на них грешу больше нигде не видел поэтому нужно разобраться в этом хаосе и очень важно все это информационные потоки настроить в себя первый принцип настройки информационных потоков они должны быть асинхронными у вас просто куда-то должна литься вся информация которая появляется в процессе вашего погружения вы ставите задачи там что-то вам поисследовать исследования должны быть ком-то канале в котором слэки в телеграме где вы работаете в скайпе не дай бог в трекере в джире типа где угодно может быть даже google док если в google доке будет все материалы в нож не важно какой инструмент все инструменты одинаково плохие если вы не умеете с ними работать вот как бы тезис но важно чтобы там асинхронно прилилась информация чтобы вы не были узким местом появления информации но вы могли в любой момент с ней знакомиться это ключевое и дальше в соответствии с принципом фокуса вы будете знакомиться с тем что вам нужно как получить первую информацию когда вы погружаетесь как я говорил даже в нормальном медленном погружении на полгода нужно поговорить с людьми но с людьми просто так не поговоришь типа поговоришь но это неэффективно как поговорить с людьми эффективно первое сформулировать вопросы я здесь привел 7 вопросов которые мне кажется ключевые но могут быть любые другие цель вопросов отсечь ненужное еще раз цель вопросов отсечь ненужное понять какие команды не влияют на вашу цель они важные нужные вам точно они пригодятся для следующих целей но конкретно для этой цели погружения вашего для конкретной бизнес задачи они не нужны значит вам не нужно в них погружаться сейчас потом погрузитесь и честно им это поговорить вот эти вопросы должны сформулировать как бы помочь вам понять куда не нужно погружаться вопросов может быть много тут написано 7 сейчас я покажу конкретные настоящие вопросы которые задавал их там будет вам 10 есть кейсы в одном продукте было 100 вопросов опросник в чем кайф вопросов пока я буду показывать в каналы маркетинга погружался какими вопросами можете читать если интересно расскажу почему как работают вопросы вопрос работает асинхронно вы их отправляете письменно и получать на них ответы читайте на них ответы в любое время когда у вас она есть удобно и дальше на основе этих ответов назначаете например более подробные встречи чем более подробный опросник вы делаете асинхронной тем меньше времени вы тратите на разговор и на общение либо тем более фокусным становится ваше общение и тем более важные и нужные полезные инструменты для себя ну как бы или точки роста для себя вы находите поэтому каждый такой опросник это вы должны потратить время на составление этого опросника это вообще эти бы ключевое может быть нескольких таких опросников по разным частям продукта и по результатам этого опросника не говорите с тем с кем не нужно не нужно делать то чего не нужно делать да мы помним про фокус мы говорим нет всему лишнему